Субтитры делал DimaTorzok Палестинский экстремист открыл огонь по людям на одной из трамвайных остановок города. В результате погибли два человека. 60-летняя жительница Иерусалима Ливана Хамами и 29-летний сотрудник полиции, старший прапорщик Йосиф Кирма. Еще шестеро получили ранения. После стрельбы террорист попытался скрыться с места преступления, направившись в сторону арабского квартала Шейх Джарах. По дороге открыл огонь по проезжавшему автомобилю. Ранения получили две женщины. Но в итоге полицейские не дали палестинцу уйти. В России в ходе погони завязалась перестрелка, в которой один силовик был ранен, а террорист ликвидирован. Личность экстремиста уже установлена. Стрелком оказался 39-летний Музбах Абусабих, житель Восточного Иерусалима, причем с израильским паспортом. В его машине были обнаружены автоматическая винтовка М-16 и неразорвавшаяся граната. Премьер-министр Израиля Бениамин Танягу в ходе заседания правительства похвалил действия полиции, оперативно среагировавшей на теракт. А вот группировка «Хамас» похвалила террориста, убившего израильтян. Операция в Иерусалиме является естественной реакцией на израильские преступления, нарушения прав палестинского народа. Это свидетельствует о том, что интифада все еще продолжается, и все попытки израильской оккупации положить конец восстанию потерпят крах. Теракт произошел сегодня и в Турции. Мишенью экстремистов вновь стали силовики. В результате мощного взрыва погибли около 10 сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Заминированный автомобиль залетел на воздух у полицейского блокпоста в уезде Шемдинли на юго-востоке страны. В этом граничащем с Ираком и Ираном регионе проживают преимущественно этнические курды. Ответственность за инцидент в Ангаре сразу же возложили на сепаратистскую рабочую партию Курдистана, признанную в Турции и ряде других стран террористической организацией. На протяжении нескольких десятилетий РПК неоднократно прибегала к меденам насильственной борьбы за создание в регионе собственного государства. Генштаб Турции тем временем рапортовал об уничтожении других террористов, действующих на территории соседней Сирии боевиков группировки «Исламское государство». Судя по поступающим из Ангары сообщениям, операция прошла в рамках масштабной военной кампании «Щит Ефрата», правда, ликвидировали экстремистов не турецкие военнослужащие, а бойцы оппозиционной свободной сирийской армии. В ходе боев ими были уничтожены 14 членов псевдо-халифата. Еще 17 террористов, по данным Генштаба Турции, погибли при авиавдарах, возглавляемые США международной коалицией. Между тем, Высший комитет сирийской оппозиции по переговорам призвал Соединенные Штаты принять односторонние меры в регионе. Речь идет о стабилизации ситуации в Алеппо. Ранее Совет Безопасности ООН не смог принять франко-испанскую резолюцию по ситуации в этом ключевом городе, где продолжаются ожесточенные бои между армией режима Башараса да и вооруженными группировками. Авторы резолюции предлагали установить на Далеппо бесполетную зону, но российская делегация наложила веты на документ. Однако и подготовленный Россией проект документа тоже не выдержал испытания голосования. Москва включила в резолюцию предложение специального посланника генсекретаря ООН по серии Стафана Домистуры о выводе боевиков террористической организации Джабхата Нусра из восточной части Алеппо. В общем, резолюцию Совбез не принял, зато сидевшие за круглым столом наговорили друг другу далеко не комплименты. Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств. Оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света. Благодаря действиям, которые вы осуществляете, сирийцы погибают в Алеппо, становятся жертвами российских и ассадовских бомбардировок. Пожалуйста, немедленно прекратите. Россия преподносит свою военную кампанию как борьбу с терроризмом. При этом Россия сама занимается террором в Алеппо. В Москве опасаются, что международная коалиция во главе с США собирается наносить воздушные удары не только под террористом, но и по войскам президента Асада. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, цитирую, «пошли утечки о том, что крылатыми ракетами можно просто ударить по аэродрому ВВС Сирии, и сирийская авиация перестанет летать». Конец цитаты. Это очень опасная игра, считает министр. Лавров предупредил, что военные базы в Арабской Республике имеет и Москва. Речь идет об аэродроме Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. При этом Лавров напомнил, что на этих базах размещены элементы российской системы ПВО. Вновь раскритиковал глава МИД России позицию Вашингтона в отношении Джабхатан Мусрым. Москва, по его словам, не видит серьезных фактов борьбы США с этой группировкой. При этом Лавров отметил, что госсекретарь Джон Керри и вновь цитата, «клялся и божился, что американцы воюют против всех террористов». Министр добавил, что Москва долгое время проявляла стратегическое терпение в связи с действиями Вашингтона. В настоящее время в отношениях двух стран произошли коренные изменения. Может быть, вот эти вот завышенные ожидания, что Россия у них, извините за такой жаргон, в кармане после 1992 года, да даже раньше немножко, эти завышенные ожидания, конечно, закончились похмельем, но не потому, что мы хотели им насолить, а просто потому, что мы очень хотели сделать свою страну достойной. Ожесточенные политические бои в Соединенных Штатах. Совсем скоро в Университете Вашингтона в Сан-Луисе, штат Миссури, состоится второй тур дебатов с участием кандидатов в президенты США Демократической и Республиканской партии. Хилари Клинтон и Дональд Трамп встретятся лицом к лицу примерно за месяц до выборов. И пройдет встреча на фоне нового громкого скандала вокруг персоны Трампа. За подготовкой к дебатам следит Роман Мамонов. Роман, вам слово. Данину, приветствую. Как видите, за моей спиной здесь в медиа-центре в Университете Вашингтона в Сан-Луисе пока затишье. Но в ближайшие часы здесь соберутся сотни журналистов для освещения второго раунда дебатов между Хилари Клинтон и Дональдом Трампом. И обстановка, надо сказать, конечно, просто наколена до предела. В последние двое суток число политиков, которые призывают Дональда Трампа сняться с гонки, растет невероятными какими-то темпами. Как минимум два десятка республиканских политиков, популярных и уважаемых, среди которых сенатор Джон Маккейн, Айоти Кирк, конгрессмен Чаффетс, губернатор Кейсик, а также губернатора Херберта Даугард и даже Арнольд Шварценеггер. Все они призвали Дональда Трампа сняться с гонки и либо сказали, что больше не могут его поддерживать. Виной всему скандал, когда газета Washington Post в пятницу обнародовала архивную видеозапись 2005 года с, мягко говоря, скандальными и просто унизительными высказываниями Дональда Трампа в адрес женщин о том, как их можно лапать и как можно неприлично себя вести в отношении женщин, если ты звезда. Дональд Трамп буквально накануне, в субботу вечером, появился перед своими сторонниками у Трампа в Нью-Йорке, а в пятницу вечером выпустил извинения из видеозаявления, но это, конечно, не помогает. Хиллари Клинтон уже назвала это все оскорбительными, с таким же заявлением выступил Тим Кейн, ее соратник, и ставки повышаются, хотя сам Дональд Трамп написал в Фейсбуке, что ни за что не снимется с гонки, не дождетесь, он не подведет своих сторонников. Также говорят, что среди республиканцев в Национальном республиканском номинационном комитете, это такой управляющий орган республиканской партии, сейчас зреет чуть ли не заговор, якобы целая армия юристов решает, можно ли снять Дональда Трампа и заменить его, например, на Майка Пенса, в ситуации, когда уже напечатаны бюллетени, не началось досрочное голосование, а сам глава республиканской партии Прибус заявил якобы сторонникам и своим приближенным, что партия может отказаться от поддержки Дональда Трампа, демонстративно от него отречься, и это пустит его кампанию ко дну. Так что вот буквально в ближайшие наверняка часы, может быть сутки, решится, что же ждет Дональда Трампа, и как он сможет выступить здесь, в университете Вашингтона в Сет-Лойсе, на дебатах, которые пройдут в формате таун-холла, то есть вопросы будет задавать не модератор, а независимые, неопределившиеся избиратели. Нино. Спасибо. Роман Мамонов рассказал об атмосфере перед вторым раундом политической схватки Клинтон-Трамп. Итоги голосования подводят сегодня в Грузии. Накануне выбирали парламент. По предварительным данным лидирует правящая партия. А вот ее главные оппоненты из единого национального движения, бывшего президента Саакашвили, оказались на втором месте. Впрочем, чтобы понять, у кого и сколько будет депутатских мандатов в будущем парламенте, еще предстоит провести второй тур выборов в одномантадных мажоритарных округах, где ни один кандидат не получил 50% голосов. А таких большинство. О выборах по-грузински. Собственный корреспондент РТВА и в Грузии Марта Ардашелия. До этого момента парламентские выборы в Грузии проходили мирно и спокойно. Это 48-й избирательный участок села Кизил-Аджло Марнеульского муниципалитета. По утверждениям сторонников единого национального движения Объединения ПААТ и Бурчуладзе «Государство для народа», они пытались помешать фальсификации выборов. Но в МВД заявляют, участники подтасовки хотели ворваться на избирательный участок, чтобы похитить избирательный ящик. На место происшествия прибыла не только полиция, но и спецназ. Инцидент в Марнеуле, скорее всего, войдет в отчеты всех международных и местных наблюдательных миссий. Они уже в один голос назвали парламентские выборы в Грузии далеко не идеальными. Хотя в целом весь избирательный процесс оценили позитивно. Другое дело, процесс подсчета голосов, который, по словам наблюдателей, проходил не совсем гладко. По предварительным итогам голосования, грузинской мечте удалось удержать лидирующую позицию. 49% своих голосов избиратели отдали команде миллиардера Бедзина Иванишвили. Сам экс-премьер отметил, что эта победа – продолжение триумфа 2012 года. Поблагодарил сторонников и действующий лидер правящей партии Георгий Кверикашвили. Я поздравляю тебя, Грузия, с большой победой. Друзья мои, хочу вас поздравить с этой большой победой для нашего государства. Победой каждого из нас. Эта победа досталась нам путем борьбы. Поздравляю вас. Большое спасибо. Звание главной оппозиционной партии удержала политическая сила экс-президента Михаила Саакашвили. Единое национальное движение с 26% поддержки избирателей займет места в парламенте девятого созыва. Тем не менее, лидеры оппозиции говорят о фактах беспрецедентного давления на своих сторонников. Еще накануне они провели предупредительную акцию протеста у здания ЦИК. Сегодня, поздно вечером, в главном офисе партии состоится заседание с участием региональных лидеров, по итогам которого оппозиционеры огласят дальнейший план действий. С учетом всех факторов, с учетом того, что наши лидеры в тюрьме, с того, что от властей поступил сигнал, безнаказанным останется любое насилие в отношении наших сторонников. С учетом постыдной кампании с госпереворотом. Не буду говорить о разнице в финансовых возможностях, о запугивании бизнесменов. С учетом всего этого нам не кажется, что эти выборы были свободным волеизъявлением народа. Не было конкурентной среды. Ванишевиле сумел сохранить свою власть путем наглого давления на избирателей. 8 октября сбыли самые страшные сны грузинских западников. Не первое, не второе, а третье место, которое по предварительным итогам голосования занял Альянс Патриотов, стал предметом всеобщего возмущения. Никто до конца не верил, что в стране, где 20% территории оккупированной России, поддержку избирателей получит пророссийски настроенная партия. Пройдет ли в парламент Альянс Патриотов, зависит от итогов окончательного подсчета голосов. Показатели меняются. Если Альянсу удастся преодолеть минимальный барьер в 5%, то в грузинском законодательном органе места депутатов займут люди, которые не скрывают своей нетерпимости к любого рода меньшинствам, а также вполне четко определяют свои внешнеполитические предпочтения. Политолог Корнелий Какасия считает, что Альянс Патриотов родился благодаря лояльной политике действующих властей к пророссийским силам внутри Грузии. Неправильно считать, что наше общество в большинстве своем привержено принципам либерализма. Если судить по всей стране, в особенности по жителям регионов, очень много людей, у которых еще осталась ностальгия по Советскому Союзу, по так называемым традиционным ценностям. Для них приоритетнее российский, а не европейский рынок. Если к этому добавим российскую пропаганду, которая значительно окрепла в Грузии, нас не должно удивлять, что подобная политическая сила заручилась поддержкой населения. К этому добавляется их организованность, финансовые возможности. Если просмотреть первую двадцатку списка Альянса Патриотов, то вы увидите, что среди них несколько миллионеров. Несколько процентов от заветного места в парламенте отделяют и партию бывшего министра обороны Грузии Ираклиала Санния «Свободные демократы». Если в законодательный орган не пройдут ни патриоты, ни демократы, значит Грузия получит двухпартийный парламент с заклятыми политическими оппонентами в его составе. Марта Ардашели от Пилиси. Специально для РТВА. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам самого доброго и оставайтесь на РТВА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова